Абсолютно некорректная задача представлена на открытом официальном банке задач ОГЭ по физике от ФИПИ. Здарова, ребятки, меня зовут Адеев Азат, я готовлю ребят на максимум к ОГЭ и к ЕГЭ по физике. Если хотите заниматься и готовиться, ссылочки есть в описании. Вот чтобы вы понимали, эта задача была в старом еще банке ФИПИ, которым нельзя было выбирать категории. Они начали переносить задачи. Выбирали задачи, переносили не все задачи в новый банк какие-то, они обновляли задачи какие-то, они просто чуть-чуть изменяли, чтобы они получились под новый формат. Но эта задача без изменений была в старом банке ФИПИ, переехала в новый банк ФИПИ и до сих пор ее никто не исправил, а ведь она абсолютно некорректна. И вот ее формулировка. На очень точных и чувствительных рычажных весах уравновешены медная пластинка и кусок пробки. Однако учитель сказал, что на самом деле масса пластинки больше, так как на тела, помимо силы тяжести и силы упругости, действует еще одна сила. О какой силе идет речь? И нам здесь даже не важно, о какой силе идет речь. Здесь действительно ответ, который не вызывает ни у кого сомнений. Это выталкивающая сила Архимеда, действующая на тела, погруженные в газ. Это правильный ответ. Но учитель ошибся. Он сказал, что на самом деле масса пластинки больше. Давайте докажем, почему это не так. Итак, рычажные весы. Я условно вот так изобразил небольшой кусочек металлической пластинки и большой кусок пробки. Потому что, чтобы уравновесить на рычажных весах металл и пробку, пробка-то имеет намного меньшую плотность. Плотность пробки примерно 400 кг на метр в кубе. А плотность металла, в зависимости от металла, порядка 8000 кг на метр в кубе. Поэтому металла нам, безусловно, придется взять по объему намного меньше, да, чем пробки. И вот вопрос. Что значит то, что они уравновешены на весах? Это значит то, что у них одинаковая не масса, а одинаковый вес, с которым этот металлическая пластина и пробка действуют на свое плечо рычага. Да, они действуют с некоторым весом. Хината? Я же велел ждать. Ой, сори, я что-то отвлекся, постоянно отвлекаюсь на телефон. Но сейчас, слава богу, я занимался полезным делом. Я записывался на курсы по подготовке к ОГ или ЕГЭ по физике со мной. Переходите по ссылочке в описании, если вы хотите готовиться в этом или в следующем году. Обязательно приходите и записывайтесь. Мы погнали дальше. А как находится вес тела, на которое действует сила Архимеда? Он находится как масса, ну, сила тяжести, масса умножить, ну, скорее, свободно падение, сила тяжести, минус F Архимеда. А теперь давайте силу Архимеда распишем. Это МЖ минус РО, газ в нашем случае, да, жидкость или газ в нашем случае газа. Ж и объем тела, погруженные части тела. Ну, у нас здесь в газ погружены оба тела целиком, поэтому это будет просто объем тела. Ну, и давайте посмотрим. Вес у этих двух тел одинаковый. Почему? Еще раз, потому что весы уравновешены. При этом понятно, что и плотность газа, и Ж, они тоже одинаковые, да, точно так же, как одинаковый вес. Если объем пробки намного больше, чем объем этого металлического брусочка, да, у нас вот это слагаемое станет больше. Но ведь мы этот член вычитаем из силы тяжести. То есть, если мы вычитаем большее, то и масса самого тела тоже должна быть больше. По идее, сила Архимеда, которая действует на это тело, она уменьшает вес, уменьшает, ну, вычитается из силы тяжести и компенсирует силу тяжести сильнее, чем это же происходит в случае с металлической пластиной, да. То есть, здесь сила Архимеда 1, масса 1 же, здесь масса 2, сила Архимеда 2. Вот эта сила Архимеда больше, но ведь чтобы вес стал одинаковый, тогда и это должно быть больше. Иначе, если здесь сила Архимеда больше, а вот эти одинаковые, да, здесь сила Архимеда поменьше, там справа сила Архимеда побольше, да. Ну, тогда понятно же, что вот это перевесит, да, потому что это как бы поддерживается силой Архимеда очень сильно. Поэтому, если силы Архимеда больше, то и сила тяжести должна быть больше, а значит и масса должна быть больше. Ну, это просто два разных вида рассуждений, которые мы здесь применяем. Напишите в комментарии, видели ли вы еще вот такие вот жесткие ляпы и некорректные задачи в ФИПИ, ОГЭ или ЕГЭ по физике. Ну, я свою миссию выполнил, теперь вы знаете, что здесь некорректная задача, но при этом вы знаете, какой на нее ответ. Если вдруг вы засомневаетесь, а какого хрена она, так там, наверное, какое-то другое. Нет, там сила Архимеда, просто учитель из этой задачи, к сожалению, ошибся. Так что, я буду на этом заканчивать. Ставьте лайкосы, если вы поняли, в чем здесь косяк. Пишите комментарии, не забывайте, пожалуйста, об этом. Подписывайтесь на канал. Ну, а я на этом прощаюсь. Всем до следующего видосика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok